Друзья, здрасте! Приветствую вас в нашем прямом эфире. И вот как раз мы сейчас смотрим на космический пуэрный ножик. У нас в гостях чайный охотник, коллекционер, любитель пуэра, так же как и мы, Иван Стазанов. И говорить мы сегодня будем об этом чае. Собственно, пуэр такая интересная штука, что... Ашу пуэр? Ну, о разных пуэрах на самом деле, и Ашу, и Ашени, на самом деле, по большому счету, больше общего, чем различного. Я вот могу сказать, что я первый раз попробовал пуэр году, наверное, в 1998 или 1999. Это был как раз шу-пуэр. Как сейчас помню, такая бордовая пачка была, золотые буквы на ней были, был написан Мэнхай. Ну, какой-то такой экспортный товар. А вы, друзья, следите за руками, за действиями. Тут все как бы не так просто. Вот. И больше всего понравилось чай то, что темный цвет настоя и мягкий вкус. Я вот это ощущение, состояние запомнил. А потом, когда попробовал Шены, ощущения были непонятные. Ну, простенькие какие-то были чаи. Качество, вкуса, аромата, все другое. Хотелось вот этого, хотелось старости, хотелось матерости, силы. Этого не было. Вот. Было что-то другое. А потом попробовал старый Шен. Как сейчас помню, это была красная печать сухого хранения тайваньского. Там была такая камфора, темно-красный цвет, легкий вкус. И вот реально пил чай, и было ощущение, что ты пьешь время в таком сконцентрированном виде. Ну, все в этом варианте. Тайваньцы, кстати, известны своим хранениям. Еще не так же известно, что они каждый год делают записи, потому что хранят. Ну, это логично было бы. Хотя, по большому счету, я не встречал тайваньское и гонконское хранения на вкус, потому что оба нагибли. Ну, это бога устава. Хотя гонконское называют СРМ, но мне нравится тарышка, который появляется у Коэриона на вкус. Ну, самое, конечно, логичное и правильное хранение, наверное, там, где его производят, где он растет. То есть, в Махайске. Ну, они просто привыкли уже. Опыт есть большой достаточно. Ну, в самом, соответственно, регионе. Хотя, вообще, то, что приходит от китайцев обычно, ну, те, кто чай разбирается, по вкусу, как правило, интереснее того, что хранится в России. Вот. Иван, вот у тебя большая коллекция интересная. Ты, как бы, поделись, вот, ты как хранишь вообще чай? Вот некоторые чашки ставят, как бы, чтобы было некое естественное увлажнение такое. Что-то делаешь, там, в шкафу? Нет, я прям, как в тунах его привез, так он, в тунах у меня. В шкафу, на шкафу, внутри шкафа. Особо не запарились по поводу того, что там влажность, там, дополнительно, и так далее. Температура тоже, в принципе, до 35, там, вполне для того, чтобы хранить. Да. В общем, главное, чтобы рядом не было источников всегда запахов. Очень большая штука, кто кладет пуэр, там, даже временный какой-то, который собирается в такие дела, там, двух-трех месяцев выпить в шкаф с какими-то... Ну, в кухню шкаф, где есть какие-то специи. Я так понимаю, рука набита или весы дать? Нет, надо весы. Я по чайнику ее не могу положить. Ну, это часа на три. Ну, как сказать. Ну, кстати, вам пить действительно очень интересный чай. Он сделан в честь хозяйки фабрики Синхай. Ее в штате, в штате, в регионе Манхай называют большая старшая сестра. Нарисована она. Красивая. На шлюшке. Она, да, красивая, статная такая женщина. Она, по-самистическому. Уважают ее там. Очень. Она очень много занимается благотворительностью. Мы с ней лично знакомы, я знаю ее детей. Мне импонирует тот подход, который она к чаю ведет. Она сама технолог, да? Нет, она не технолог. Она управляла фабрикой, да? Она управляла фабрикой, да? Но вкус понимает. Она любит, да, хороший чай. Она жена очень влиятельного человека. Наверное, самого влиятельного человека в этом регионе. Вот это очень влиятельная, богатая семья, обеспеченная. Она очень много детей патронирует. У нее есть приемные дети. Кстати, во втором или на третьем приемном у сына, Бог дал, ну, как бы, своих уже детей. То есть, сначально у него детей, да? Это было какое-то чудо, потому что он посчитал, что проблемы были. Понятно. А технолог, у нее интересно, его имя Линь. Он до того, как она его забрала, варил шу-пуэр для китайской народной армии. То есть, он был в звании, он был официальный военный варщик. Не знаю, как это было. А я не слышал про это. Есть какой-то бренд, да? Который для армии делается? Да, для армии делается. Интересно. Он не идет на продажу, но варится для нужд армии поэр. Вот. Может, прогреем? Да нет, никакой необходимости. Прогреется вместе с чаем. А, кстати, как ты? Первый залог обычно выливаешь? Да, конечно. А, как бы, мотив какой причины? То есть, либо и даже не интересовался, повторяешь? Нет, я интересовался, но я не повторяю, что это кому-то. Я первую залог использую для того, чтобы помыть посуду, смыть. Одновременный прогрев идет, соответственно. Прогрев, помыв посудой, никаких чайных богов, ничего такого. Понятно. не было. Получится просто гнелый чай. Сырье. Знаете, я к чему пришел за более чем 12 лет, наверное, к изучению шуферов? Это мой любимый чай, и я прям вот им заболел серьезно совсем. Да, кстати, уже пошел. Я пришел к тому, что действительно самая основа это сырье. И я долго заморачивался, почему такое разное. Мне было интересно, как это получается. Я пытался с разных точек зрения подходить к вопросу. Мне немного разъяснили тему иммунологий. У меня там есть хорошая знакомая, она взяла у меня на анализ несколько шуфов буйров. И за большим для себя удивлением высила там и заваренная взяла, и высила там каких-то пять грековых составляющих. Сами по себе они для организма мало что значат. А брала только шуф? Да. Даже сказать, ничего не значит. Совершенно нейтральные грибковые культуры. Но когда их пять, как она мне объяснила, и когда им не в определенном процессе соотношении по отношению к другу, они какое-то там при попадании к нам в животах уделяют моментальный фермент, который, или очень ряд ферментов, как она выразилась, который моментально очищает тонкий кишечник и что-то там еще, что разжижает кровь. И реакция? И реакция сразу вот такая вот смотрящая. То есть моментально, как мне объяснил царбент, тонкий кишечник. То есть похожая реакция у пуэра возникла или что-то? Только у пуэра. Ну возможно там еще и как бы пектиновое вещество, о чем мы с Игорем говорили. И дальше мне стало еще интереснее. Я стал покупать заведомо поддельные пуэры. Там как раз было нарушение по этим грибкам. Какого-то не хватало, какого-то было много. Явные легкие запахи, вот эти все еще что-то. И я, наверное, продолжу в этом плане изучение. Мне интереснее уже изучить по этим грибкам состав шу пуэров, именно ферментированных с одной гарли, с центральной панжаной. Я так понимаю, что чем-то... Ты же был в панжане сам. Да, я не только раз на том был в панжане. А используют там сырье для шу пуэр тоже, да, или в основном? Конечно, не используют. Для шу не используют сырье с панжана, которое старше, только в людских случаях используют. А так не используют то, что если чайный куст старше 500 лет. Это считается уже очень редкий чай. Смысла нет, просто его на шею можно. Иван, а вот как по твоему мнению, по сырью, допустим, бывает мелколистные шу пуэры, из мелколистного сырья, с участник почек, бывает из крупного листа. Мне, например, нравится из крупного, как бы сладкий такой, объемный, густой. А тебе или под настроение? Я здесь немножко не понимаю, о чем ты говоришь, потому что есть три урожая в год. Когда лист выравнивается с почкой, и срезает. В остальное время он считается непригодным для производства шу пуэр. Нет, ну это понятно, как бы, что есть весна, есть осень. Я имею в виду... Две весны и осень? Да. Сам размер сырья. Вот есть там, допустим, гунтиновский чай. У них же там уже шифруется, как бы, размер листа, размер сырья в том же, как бы, блине, в номерах. Вы понимаете? Какая сырье? Здесь вот можно провести полную аналогию с вином, на самом деле. Есть вот урожай винограда, да. Есть регион, который дает виноград, допустим, Бордово, Франция. Да, вот. Там есть винограды, которые имеют разный возраст, делают все вино, и в разный год оно разное. Соответственно, делают купажирование вина, называют его как-то названиями, что-то занимает медаль, что-то... Такой же состав в следующий год не такой, но и дешевый, соответственно. С буэрами все то же самое. Все один в один. Если взять вот... Не брать пока регион, а взять конкретный, например, массив Була. Гонный массив Була, на котором вот эта гора поджала. Он сейчас центральный. Там, соответственно, будут... Молочный чуть оттенок есть. Там, соответственно, будут деревья разные по возрасту. Есть там, ну, логично, там 30-летние кустики есть, там 50-ти. Есть деревья, старшие тысячи лет, под которыми можно прятаться уже от дождя. Эти деревья, кстати, все известные, все имеют имена. Чуть больше двухсот. Ну, это свыше какого-то возраста. Свыше тысячи лет. Ну, там понятно, да. Ну, и, соответственно, часть них уже никогда не идет на шоу. Его пьют в чеснобиде. Его всего собирают там 8-10 килограмм в год. И очередь на этот шан расписана в годы нафиг ближайшие. Вот эти тысячи лет эти деревья. А что, там, тайваньцы основные покупают или разные? У тайваньцев там, кстати, там как вот распределяется чей вообще этот ковер. Есть часть галли, которая принадлежит деревням. Национально там, в основном, ханижи. Ну, понятно, да. Внизу же УТ. Это питается всеми. У всех есть какие-то наделы нарезанные. Они могут их сдавать в паблику в аренду. Часть своих земель могут собирать, продавать урожай. Есть, например, гора, которая полностью отнажит тайваньцем. Там самый изумительный шан. Там, в этой горе, они никогда не делают шум. Потому что он настолько вкусный в шене, в зеленом виде, что считается корщунством делать из него шум. Ну, логично. Это знаменитый пиндал. Даже самые свежие клюшки в Китае начинаются от 200-250 долларов по цене. Даже вот не имеет значения, какой урожай. А кто делают по фабрикам? По фабрике разные. Там, чтобы отправиться в Тайвань, может любой человек приехать и договориться о покупке там сырья. То есть, мы можем в свободном доступе? Мы можем с вами съездить. И если мы договоримся, допустим, что через год, вот с той вот стороны, там, выберем участок, про который можно договориться. Определим там возраст деревьев и договоримся, что, допустим, там, второе и третье урожай наше. Внесем за даток и приедем, потом его заберем. Или поедем там кому-нибудь на фабрику и сделаем для них плюшки. Технология достаточно простая. Поэтому там необходимо, чтобы получить хорошую плюшку и вести целую агентурную работу по работе с местным населением, с фабриками и еще с кем-то. Это не очень просто. Там вот этот вот линь, он большую часть времени занимается тем, что он заезжает по горам, поддерживает отношения с кем-то. Мы там, я с ним иногда куда-то ездил. Мы там сидели, например, там, ужинали с принцем на должности обузы. Потом там гоняли по горам, тоже проверяли. Есть фабрика маленькая, называется Золотой рай. Они очень много чая продают для Сенхая и Таи. Она принадлежит... Ты имеешь в виду сырья, да? Да, она принадлежит одному из вождей национальной ТТ. У них несколько есть точек на горе, где они собирают, поджаривают его, а дальше уже там ведется торговый распредставитель фабрики. Вот мы ездили по этим точкам, договаривались о поставках на фабрику Сенхая, вот этих вот изготовленных. Еще я видел, как там какой-то мальчишка с сумкой пришел, принес подворованный чай. Ну, не подворованный, а дико распредставитель. На право пришел, а с ним твои мальчики рассчитались. Все борются за сырье. Все борются за сырье, и в этом плане гора Апанжан является центральной и самой дорогой. Вот на вершине находится поселок, который называется Валпанжан, в этом поселке живет порядка 600 человек. У них как коммуна, это национальная вещь. Они как коммуна, они весь чай и все урожаи, которые они выбирают, они продают его фабрикам и делят деньги на всех. Порван. Включая начальника поселка, как он переводчик привел, начальник села. И вот все получают равную долю. Доход каждого члена не менее миллиона еваней в год. Наши деньги это порядка 10 миллионов рублей. Ну там есть люди, у которых даже нет документов каких-то, нету паспортов, нету водительских удостоверений. То есть это вот прям крестьяне, национальные одежды, туда не доедешь. Хорошо. Если дожди туда не доедешь. Я видел, как там дети какого-то крестьянина отправлялись учиться в Англию. Я также видел ребенка вот этой старшей сестры, которая приехала из Оксфорда. Но чай кормит, короче. Да. Да. Приехал из Оксфорда, и я ему говорю, а что ты собираешься дальше делать, куда-то там, конечно, еще учиться. Я буду здесь строить дороги, я здесь буду помогать. Помогать по зону, конечно. Мне вот первый раз удивило тоже, когда я был в Анси, где тегоний растет. Знаете, я тогда рассказывал, мы ездили на виллу производителя чая. И реальная вилла, то есть из кирпича, сделанный дом, трехэтажный особняк. Нет, нет, это очень прибыльно. Опиумные войны вспомните, аргоний за чай. А вот сейчас сериал какой-то интересный вышел. Про те времена, где в качестве очень больших отступных, за какой-то пролив в Канаде, который потом разделил Америку с Канадой, и человек просил просто англичанин, просил монополию на торговый чаем. И это считалось баснословной удачей. Это было, наверное, до 15-16 лет. Понятная ситуация, монополия на торговый чаем, это серьезная штука. Монополия всегда серьезная. Лан, скажи, пожалуйста, какой ты самый старый чай пил, ну, из того, которым достоверно можно считать? Ну, понятно, что иногда бывает, что предполагаешь, что такое, вот, когда ты знаешь, что он именно этого возраста. Я могу говорить про примерно сороковые годы. Чай был сороковые годы. То есть это лет 70, получается, по-настоящему? Да, он назывался. Он розовое облако. Он большую часть времени пролежал в Гонконге, была очень рыхленькая пылька, достаточно. И я нарвал сразу на целый Тун в это время. А в Туне была початая плюшка, с которой пилы реалием. Ну, как бы, сзади сохраняется. А рыхлая эта, как бы, вот, стопырилась? Какая плюшка остальная плюшка? Одна плюшка была накалоренная, а шесть были целой. Хотели, по-божески, по-моему, по... Да исполнили, по 30000 долларов. Это было лет 10 назад. Это реально достаточно успешная находка. А причем я его возил знакомым, там, в Пекин, к чайным мастерам, молодому, другому, по-живому. Молодой, причем сказал, что это явно очень хороший чай, но его опыта недостаточно утверждать, что это... Поняли. Именно он старый ничего не сказал, но там же целый театр, когда с ними общаешься, там, прям, очень много. А сейчас на текущий момент есть специалисты, кто мог помочь в таких вещах? По-моему, это очень сложно. Ну, можно взять спектрометр, конечно, можно по возрасту, по устарению какого-то элемента понять, что это... Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что... Проблема не в возрасте чая. Мы опять возвращаемся к сырью. Я уже понял, что если чай, ну, как бы, никакой, ну, неизвестный, ну, наимовский, там, нет точного понимания, например, что это панжан и, там, столетние хотя бы деревья, да? Ну, мы сейчас о Шене говорим, в принципе, да? Нет, мы о Шу говорим. О Шу. Ну, можно говорить о Шене, потому что он к тому времени уже Шу тоже, собственно. в основном, практически, поэтому большей разницы нету. А, скирдирование просто... Нет, ну, понятно, что... ...обыстряет этот процесс. А, кстати, Иван, вот интересно... Только есть на 70 лет скирдирования такого... Нет, 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 скирдирование до 300,5 месяцев максимум. Я говорю о Шене, которая не скирдировалась, а просто лежит. Просто старый. Ну, а лежит сухой? Ну, да. А, сухой, понятно. Ну, лет через 30-30 шу вполне себе. А вот, в твоем понимании, время для Шу Куэра, что значит при хранении? Вот, допустим, ну, понятно, какое-то время прошло, чтобы ушел запах скирды там... Медленная доферментация. Наращивание вот этого процентного выравнивания, даже от этого процентного соотношения клику. Он становится более мягким, более вкусным. Но, опять же, есть предположение, на себе не проверял, но, по словам других людей, очень сложно прохранить шу. Больше 80 лет. После 80, скорее всего, уже это будет. Ну, тут опыта вообще нет такого еще. Нет, говорят, что есть, где можно попробовать. Но это уже так был уровень чиновников и... Нет, ну, у нас в 1973 году только вывели технологию изготовления. Это тоже очень спорно. А самом деле, если вы не поленитесь, пробегаетесь до Махая и попадете на территорию Таи, ныне, а ранняя вторая двоцарственная фабрика, у них событию под названием открытие скирдирования, там стоит целый бронзовый памятник. На нем лошадь, который ведет по душе крестьянина, там мешки с чаем. Попали под дождь, чай на мор, пока даже из Пекина, это как раз было где-то в те года, 3,5-4 месяца. Открыли там, собственно, шум. На что там император или какой-то там старший вельможек сказал, какого вообще вы привезли, и ему сказали, что это новый чай. Ну, хотелось бы, чтобы там было никому. Ну, понятно. Тот попил, получил вот этот эффект бодрения и, собственно, он благословил этот чай. А у китайцев как только кто-то из старших вельможек благословляет какой-то чай, он тут же становится там чуть ли менее. Это он. И вот в честь этого события памятник, у них самый старый чай, там же рядом с этим памятниками есть музей. Второй государственной клаврике. И там самый старый чай тоже 40-го годов. С твакей печалью. Больше нету. То есть, ну вот, можно много найти историй, как от предаскирдирования, и то, что военные спали на каких-то мешках мокрых там. И я слуха начитал, бреда вообще. Ну, понятно. Отлично. А в землю-то когда его закопали больше? Зачем его где-то? Ну, он тут закапывает постоянно. Я ни разу не видел. И откапывает тоже. Я 12 лет в Мюнхайе и ни разу не видел пуэр земле. Мужик один на рублевке живет, а откапывал пуэр земле. Ну, вы знаете, может быть, они не так-то и правы. А поскольку, если говорить о шу-пуэре, это скорее технология, чем... Можно говорить о пуэре как... Вот если их считать... Пуэром считают в Китае чай с трех горных массивов. Уан, Мэнсунг и Нао. Вот три горных массива, на которых есть разные горы. Ну, они как-то большие, да. Три больших горных района. Все они вытянулись вдоль границы с Мьянмой. В Манхае. Вот оттуда чаще так называются пуэр. Как они местные... Ну, собственно, это же все Шамбана называют, да? Шамбана это город, где есть аэрооборот. Ну, вот. Ну, это даже не уголь. Это город. Конкретный город, у которого есть аэрооборот. Все. Он не находится в этих горных массивах. Он находится рядом. Например, для до Булана можно добраться за три часа до Манхае. А еще потом от Манхае ехать пару часов до Булана. Если будет дождь, вы до Булана не заберетесь. Манжан, дорогу не увидите. Потому что на дорогах нету, там все размывается. Там глинистые такие дороги. То, чем она девушкой будет заниматься? А? То, чем дочь там будет заниматься? Ну, мне не очень хочется, чтобы он там устроил дороги, если честно. Потому что, чем дольше сохранится дикость этого района, тем гарантированнее я буду оттуда привозить самые лучшие вкусничьи. Ну, я думаю, что сейчас очень все развивается. Слава Богу, мне очень. Я вот сейчас на ябре полечу, потом приеду и вам вывожу. Ну, пока не видно. Ну, правда, появилась в втором Паджане, появился банкомат. Это меня очень удивило. Ну, это вот, да. Технологии. Ну, они там какие-то, эти местные ворота построили красивые? Там, ближние ворота совершенно старые, с двумя деревянные. Деревянные, по бокам мужчин и женщин улыбленные там вот с деревьев. Опять же, вся ключевая, все ключи находятся именно в сырье. Все в сырье. Если чай, теоретически, можно взять краснодарский чай. Зелененький Паджане купить. Заскирдировать его, облив водой, нахоев мешковиной, сымитируясь. Но специалисты, наверное, говорят, это сложно. Вода там... Да, там есть вкусная. Там есть очень много нюансов. На тех же артезиан. Было и некоторые, опять же. Ну, да, да. Я вообще не знаю, как делается подделка. Вот просто взяли чай. Любой, неважно, можно вырастить его в гидрофонике возле Гула Джоу. Без проблем. Вырастим, получим чайные кустики. Собираем чай. Скирдуем. Гидрофоновый чай варится? Это отдельная тема для эфира. Я видел эти панзации, на самом деле, в бочке с... А это где? Прям в городе, что ли? Нет, нет. Это в городе ни в каком случае. То есть в деревне гидрофоновой? Нет. Это гидрофоновая ферма. Ну, то есть теплицы закрытые. У них выращивается в специальной культуре чайные кустики. Ну, просто какой смысл был, допустим, на природе этого создавать. Я понимаю, там близ горных. Быстрее. Там уже не до романтии урожай. Растет все это быстрее. Лист ярче. Вы знаете, как в Китае в свое время появилось, начали из Тибетов приводить снежную ромашку. Такие ярко-оранжевые лепестки. Кстати, расскажи, что это такое? Хризантема? Одна из видов хризантемы. Она маленькая, дикая такая. У нее черные цветы, оранжевые совершенно. Лепесточки. Она такая выглядит очень как-то ярко, но в то же время жуклинка, срачник, горная она некрасивая. Скромно, красота 3200, там ничего красивого, в общем-то, там мало красивого в этой высоте. При заваривании дает очень красивый, ну, такой красивый свет, как коньяк, прям хороший, благородный коньяк. И каким-то образом нормализует давление в крови. То есть все вопросы, связанные с головными болями, выходят сразу, прям, в первых глотках. Люди чувствуют это сильное облегчение. Тут же вырастили вагон этого, я культуру очень хорошо проживаю, в теплицах. И горщина в теплицах, она красивая, ярчая. Это же к чаю можно отнести. Вот они выращивают поддельный чай, скирдуют его, делают плюшку, опрыскивают эфидрином, чтобы нашего обывателя штырил. У нас же как мнение? Пуэр должен штырить. Все не понимают, интересно. Вот прислушайте, попробуйтесь кончиком пальцев. В них становится тепло. Просто кончиком пальцев, рвук, ног. Никогда не будет холодно, если вы пьете пуэр. Шу. Я сейчас говорю только о шлопах. Это отдельная тема, там. Она другая. Никогда не будет налета на губах. В том смысле, на небе, на языке. От настоящего пуэр по ощущениям проскакивает, как мыльная водичка. Ну, я имею в виду по ощущениям. Он очень легкий, хороший, чайник, когда не чернит зубы, не устарает неприятных ощущений, сколько его не выпей, сколько раз в день не попей. Вот это настоящая шукура. Он становится теплом. Он выполняется теплом. Поскольку кровь начинает быстрее пульсировать по всем сосудикам, восстанавливается зрение. У него оболяние становится как сует. Это не надо назвать четыре он, но вот если его перепить, он становится совсем хорошо. Это естественно. Ну, то есть на дешевый пуэр они эфетры не жалеют, да? Не жалеют. Псевдоэфетры. А на дешевые никакими тестами на наркотики не определяется. И, собственно, не наркотик. Это одно из производных и даже не считается вот этим веществом, которое в списке попадается. И народ покупает, запивает, его штырит. А что при этом сердце бьется и пальцы холодные, никого не волнует. Все про эффекты не особо-то знают. Вон, минимальная стоимость шоу нормального. Самая минимальная, да? Ну, да, нормальная. Ну, можно взять за 20-25 долларов, если напрямую с фабрики. При большом объеме. Да. Ну, это мы говорим о самом простом, где смешанные урожаи. И, кстати, главное, что он примерно попадает вот в какой-то средний нормальный. Вот этих трех массивов. Главное, что с этих трех массивов. Я вам так скажу, что на сегодняшний день, по-моему, некая информация, которая... Это мы за блин говорим, да? Да. По некой информации куварной, которую я получил, только пять фабрик сохранили частоту проводов. Все везде где-то кто-то докупает. Где-то что-то где-то выращивает, где-то в других местах. Потому что все вот эти тригорные массивы, они находятся, ну, удаленно очень. Сложная логистика, сложные переговоры и пляски с местным населением. Ну, логично, логично. Все проще вот взять, там, договориться, взять, допустим, 20% с горы, ну, с хорошей, да, и докупить остальные 80-100 километров. Кто разберет? Европейцы никогда не заберет. Это я могу, в принципе, за 12 лет я научился определять чай с панджаном. Я могу его почувствовать. Я могу понять, что я выпью, и сказать, что да, я пью чай с панджаном. Я могу сказать, что в чае, который я пью, есть, в мешке есть чай с панджаном, в купаже, скажем так. Потому что, как получается плюшка? Вот, например, собрал, технолог, купил урожай, да, с какой-то части горы. Заскардировала уважно, она там ферментировалась 3-3,5 месяца, он сам смотрит сколько. Он ее, значит, выбрал, до мешка разложил, а щепоточка пошла на стол в такой вот пакет бумажный и лежит на столе подписано, что это там оттуда, оттуда, оттуда. И вот так вот много урожаев. У него его рабочий стол, этого стола два раза больше, вот этого вашего, уставлено этими пакетиками. И вот он приходит такой и думает, так, а если я возьму, вот, например, восточную сторону панжана, 50-летние кусты урожая там, ну, по 9-летней давности смешаем с этим, допустим, 30 процентов, 80 процентов, может получиться неплохо. Он берет, смешивает, пробует, нет, а вот хорошо бы еще добавить нотку, допустим, с такой-то горы, которую я брал вот там 3 года назад, берет оттуда щепоточку, добавляет в участку, залог эту плюшку, там придумывает ей название, рисует картинку. Вот он, кстати, он сам рисует, хотя вот там и есть кто рисует. Ну, то есть получается, допустим, он создает стильники вкусовые, определенные. Как с вином, ориентируйтесь на вино. Вот вино, купаж вина придумывает винодел. Мы же не пьем чистый там, чистый один сорт, хотя и так бывает. А он смешивает с чем-то, что-то с чем-то, и дальше уже, в зависимости от года, например, вот в пятом году, сенхаевский пуэр, под названием Панжан Ван, король Панжана, с 500-летних кустов, там, очень был удачный урожай, когда его купили, а купили его, соответственно, где-то за три года до представления на выставке. то есть его купили, отфементировали, пару лет он прерыв в мешках, потом попал в розовую полосу, он решил, что вот оно. И значит, выставил на выставке, получил золото, там, такой кубок, сертификация, тут же, конечно, получивший золото в таких годах, в пятом году. И золото какой-то делал? Сенхай. Сенхай. У каждой, наверное, известной фабрики есть победитель на выставках. И там, кстати, ценится любое упоминание о Пуэре, не обязательно, это чайная выставка Бланжоу, это может быть литературный, фестиваль, где-нибудь там, в Асси даже, что-то, какие-то события, где участвует чай. Если он там стал каким-то номинантом, то это его ценность повышает сразу, во многих раз, и вот тут уже хранение интересно. Я это веду к тому разговору, что, если чай в сороковых годах был никаким, непонятно откуда, это просто, извините, мусор. И то, что ему столько лет, семьдесят, это не делает его вообще никаким. Если только для мошенников, которые будут рассказывать, что у этого чая много лет, давайте его пойти в газ в дорогу. Ну, кроме какой-то исторической ценности. Первый вопрос. Действительно, тоже никакой. Ну, в смысле? В траве какой-то непонятной? Ну, да. Тем не менее. У нас в детстве был товарищ, который монеты собирал мне показывать монеты в Никарагуа. Я говорю, слушай, они какие-то мятые, внутренние, люди мяли. О! Культурный продукт. То есть, и когда-то мяли люди никарагуанцы. Ну, да. А когда мне говорят, чаю там 20 лет, у меня первый вопрос. Фабрика. Какое сырье? Ну, откуда? Ну, это как говори. Это все равно, что говорят. Вот вино 20 лет. Если вино, например, сделано из полноскового винограда, то какая я собрала? Ну, вообще, длинная песня, там, хранение, там, еще что-то. Это начальный этап, да. Иван, вот интересно, допустим, на твой взгляд, создаются теми же специалистами купажи. Да. Бывает чай, как бы, попроще, бывает потоньше, поароматнее, поизысканнее. Вот, что значит создание, как бы, какого-то раритетного коллекционного бренда, но ограниченно-тиражного? Вот это, ты говоришь, 70-там килограмм было сделано, я говорил этого чая. А какие-то бывают еще меньше. Это было сделано 70, потому, по той проступе синие, что это было сделано в качестве исключения. С такого здесь собрано, здесь, как бы, сериоз, чайных деревьев старшего 800 лет. Его, как правило, так он не ферментирует. Ну, на порядке. Это было сделано под событие, конкретное, и, скорее всего, не повторится такой выпуск. И он, собственно, разошелся там по всему своим. 300 килограмм пили, где-то осталось там? Потому что там, целое, а как создаются брендеры? Да не то, что брендеры. Здесь дело, опять же, в урожае. Потому что вот, у таишней фабрики, бывшая, у них рецепты, они создались давно, еще в 70-х годах, в 80-х годах. У них вот эти все четыре цифры, это означает рецепт такого года, шорт из листа, и двойка в конце рецепт готовый. Рецепт водки, например. Рецепт, водки, водки, опять же, сырье разное, разного года. Да, вот от года, один и тот же, семь, восемь, пять, два, будет отличаться каждый год. Соответственно, даже цена от этого будет влиять. А если этот рецепт, выпуска там, какого-то года займет, хотя бы там, брон, где-нибудь, будет стоить дороже, чем 10 лет назад выпущенный рецепт. А тебе из ДАИ что-то нравится? Ага. Мне ДАИ нравится вообще, по моему мнению, это средний, я бы сказал, бюджетный уровень поэра, хороший, постоянный. Мне нравится, есть поэра, которые мне нравятся, мне нравятся, они очень элегантные решения сделали с чайными головами, с камнями, которые остаются. У нас тоже интересно, да. в процессе ферментации, они их стали собирать, потому что это отходы, в принципе. Вот когда ферментируется большая куча, в этот момент, они были отходами, да, потом тогда их... Нет, они всегда были отходами, из них плюшку не сделаешь, ничего с них не сделаешь, их разбирались, ферментировалась часть недорогих кустов, их разбирали себе рабочих. Если сферментировались там, в старшие года, свыше там, 200-300 лет, и поскакали, то, естественно, эти камни выливался, этих ног, ну, как отходы. Таи начали собирать кучу все со всех урожаев, и в конце концов выпустили вот такие вот кирпичи, испрессованные. Они пропустились через какую-то дробилку и сделали, запрессовали вот такие кирпичи весом 2,8 грамм. То есть там по 500 есть у них? Нет, 2,8 грамм. В этом году только вышли эти камни Таиши. Камни в кирпиче. Это не упаковка, а прямо вот кирпич. Сейчас пар пропущенный. Нет, я просто покупал 500-граммовый из камней. Да. Нет, не встречал такого. Да и же. У меня вот среди Таишников есть пару их. Это очень закрытая фабрика, но не прочее. И ладно, самим это, кирпичам. Вот я их накрошил, я понял, что там разные урожаи, там разные совершенно камни, как бы вот. Ну, ко мне это отдельная история. Здесь больше не вкус, а чайный эффект. То есть, у ДАИ больше нравится именно они чайные булки, да? Не, не могу так сказать, но я был не умифичленный, я их иногда пью. Угу. Когда мне некогда морозится со вкусами, с церемониями, а мне нужен просто поэр, как эффект там, бодрения, эффект лучшего бодрения. Просто от состояния. Я просто запрасываю грамм 50 в термос, больше этого хороший вариант. Заливаю кипятком, бросаю в машину и где-нибудь. Замес нормальный, да, Да, хороший получается. И я прямо, мне в середине нет дарит новое дыхание. Слушай, а вот у тебя, вот я заметил, любовь такая к этому, знаешь, ну, типа, как иранские рюмочки, такие как Аранусен называются, стаканы такие, из них пьешь чай. А, нет, это здесь тебе нравится? Здесь случайно получилось, я хожу в один сигарный клуб, тоже очень в Москве, на Кавелевской, а там, а там водилица разница. Там конкретная разница. А, я понял, у тебя просто фотографии из этого места, что там будешь чай? Да, там есть чайник, там есть, ну, в общем, полотенце, там еще что-то. А решаешь проблему, как обычно дают кипяток и завариваешь свой чай, да? Да. Ну, не, я говорю, что я вот еду, они уже знают. Они знают, да, ну, а там, ну, пошел, повелось пить, я так пью, всем нормально, всем нравится. Такой вопрос, есть сигары, да, очень часто говорят по поводу того, что, когда кто-то употребляет табак, да, падает просто чувствительность к чаю. не соглашусь. Во-первых, китайцы практически все курят. Китайцы все курят, да, но здесь вопрос немножко о другом. Я чувствую, я так скажу, я сигару курю, я не курю в сигареты, я недавно, но я когда-то бросил, но когда-то мне дали попробовать сигары, я почувствовал такую уж удивительную эмоцию, которую мне напомнили о моей жизни в Бразилии. Я Бразилии жил долгое время, и там я стрелял в табачок у местных ковбоев, и опускался в реку, он такой горный. Закурил этот табак, который был очень крепкий, и прям было великие такие чувства, и мне этот всегда это напомнили, я там что-то... Пуэр отдыхает? Нет. Пуэр он очень гармонично вписался. Я вам так скажу, когда я приезжаю в Китай, я курю там на ногу больше, он все это время переплывал. А Пуэр удивительным образом гармонизирует, и мне кажется, я уверен, он нейтрализует вредное действие на табаках. Ну, по идее, да. Они как-то компенсируются, я могу в этом сочетании очень долго продержаться, и сигару, то есть, пуэр, я не чувствую. Если я сигару в руке, без пуэра, я чувствую, на самом деле... А вообще проблем с нахождением в Китае не существует, да? Хорошо, я что-то с собой, особо не встречал. С собой, это понятно. А вот именно тестовое состояние, то есть, чувствительность к чаю, там, и так далее, вкусовые характеристики, арома, она как-то присутствует, или не было возможности с кем-то сравнить, с специалистами? я на самом деле не считаю... Для себя достаточно того, что есть, да, по ощущениям? Да, да, я особо не запарюсь, многие там находят, много очень оттенков того, этого, мне интереснее сам цвет, запах, как он глотается, чайное состояние. Нет, у тебя описание тоже красивое, ты же сам делаешь? Нет, это не мои описания, это описание самого человека, который как раз, мне кажется, в любом чае изюминку найдет. Моглавное как раз разбирается в полтонах, совершенно не мои описания. Я могу найти хороший чай, я могу поехать, вскрыть обстановку, понять, войти в взаимодействии с людьми, разобраться, чтобы она так и получилась с чаем, потому что я увлекся поэром на таком-то этапе и просто стал искать поэром, по ощущениям, столкнулся с большой проблемой его найти в Москве настоящую, и я начал ездить в Китай. Ну, есть, но да, тут вопрос. Настоящий поэром, даже в Китае проблема, на самом деле. А китайцы не из чай, то же самое? Шу-пуэр начали вообще пить, вот раньше как-то не были они за этим замечены, в основном там пили ланзенки, но они говорят так, что шу-пуэр это чай в очень взрослых объектах. Ну, вот именно шу. И, ну, вадишь как-то больше, да, в зеленки, в рухом-пауэлл, к прифинистым чаям, кулуном, ну, таким бодрикам, как кофе, который срежет большой количество прифеина, еще таких пили. А шу уже пьют люди, которые начинают ценить свое здоровье. Потому что у шу противопоказаний, в общем, у них никаких нет, даже язву не является. если он не горячий, если он не горячий, если он не горячий, если он не горячий, можно сотрить язву, шу и не шу. Людей знают, которые гастрит вылечили всех. Реально. По моему мнению, шу единственный чай, который дает. Все чаи немножко забирают, все. Кто-то там забирает тахикардию, кто-то там почки, у каких-то чаев, есть какие-то показания, зажать желудок, ну, в принципе, можно медика спросить, у шу-пудров нету, когда они беременные пьют шу-пудров, молодые, старые, алкоголики, трезвенники, никто не чувствует никакой. У Шен такого нет? У Шен нет Шен, сугубо зеленый чай с кофеидом, точка. В нем есть, безусловно, интересные вкусы. Это чай, это чай хорошо освежает в жару. Вот, например, шу в жару, вообще даже в голову не привез. У меня не привез в голову в бане пить шу. Шум согревающий чай. Слежащие давление? Ну, теоретически, да. Тут вопрос, от чего давление. Давление, давление рознее. Ну, понятно. В плане того, что с баней в принципе, он должен быть совместив. Не очень совместив. Он прогревает. Он прогревает. А там и так баня прогревает. Поэтому он там, получается, такое рваное состояние, которое тебя кидает. В бане либо белое, хорошо, либо травы вообще пить. Травы даже эти. Кстати, ты же сибиряк. А я тоже, я в Якумске. А откуда? Я так понимаю, на днях был там, да? Нет, на днях. Тут поинтересоваться в плане сочетания пуэро и молока. Вот, например, якуты, они как бы часть молоком пили. Сочетание, которое пуэро убивает. То есть, ты плохо к этому относишься? Не то же плохо, я так не делаю, потому что молоко убьет всю ценность пуэро. вкусно. Конечно, он хороший будет вкусно. Да, он чай с молоком. Ну, лакомство. Но, бактерии, которые есть в молоке, совсем не дружат с теми бактериями, которые живут в хвостах. Родились пуэро в результате фрегментации, в результате вот этого важного скилогирования. То есть, если с молоком, то лучше, как по традиции, обычный черный. Обычный черный, конечно. Он его нейтрализует. Нейтрализует кофеин сделать мягче, он будет совсем потерять свои свойства такие агрессивные. А с этой, с Агандалейой, тоже разные бывают. Есть такая, что с щепотки начинаешь видеть разные измерения. Я знаю, какая бывает, а иногда будет не какая. Бывает не какая. Бывает просто вообще не какая. Собственно, тоже зависит. Мне кажется, еще тот еще вопрос. Не только зависит от места, но и от того времени, когда ты ее сорвал. Даже, наверное, мысли, с которыми ты ее сорвал, ягоды, допустим, какие-то, травы, с ними сочетанием пробовал? Ну, я, например, тебя видел. А, на вишневом соке. Да-да-да. То есть, там другая экстракция какая-то идет? Там интересное надействие очень получается. Там совершенно другое состояние. Рецепт называется «Питерские убийцы». Видимо, мы его придумали в Питере. Ну, много про него я где-то встречал, слышал, но никак все не пробовал. Мне это все равно казалось бредом сварить на вишневом соке. Пуэр. А тут где-то как-то оказался я в Сочи, и в одном отеле была очень шикарная чайная карта, и там был, в том числе, предлагался пуэр на вишневом соке. Гинза сейчас, в принципе, достаточно в некоторых своих ресторанах она носит такую вещь. Я, в общем, вызвал чайного сомелье и попросил его сварить на вишневом соке. Я спросил, какой пуэр, а мне сказал, 18-летний, я сказал, давайте будем лучше. Сразу. Помоложе. Да-да, я вам дам. А она ничего против не имела, собственно, потому что я не настаивал, чтобы не из-за этого там мы делали какую-то сливу. Да, конечно. И я пью, и мне так прям с первых глотков моментально хорошо. Так что это? Это, наверное, я назову это пуэрный клетвейный. Клетвейный с пуэром. Вот так вот. Потому что, я посмотрел в технологию, там сначала варится пуэр просто в воде и кипятится вместе со специями. Добавляется бальян, корица. И турист непосредственно, да? Это вот рецепт в интернете потом. Варится все это пять минут, и туда вливается где-то в четыре раза больше, чем в воде. В четыре раза больше вливается чистого сока. Уже разогретого? Нет. Удоводится это кипение с влитым соком. Варится еще пять минут. Бомбовая такая вещь. Но она прям вот как-то, я не знаю, как описать это состояние, но очень бодрая. Без всяких трясучек, конечно. Без всяких там сердцебиений, без... Ну вот просто ты четко все видишь, быстро все делаешь. Ну вот как-то хорошо с него. Зависимости нету никакой. То есть можно сварить в охотку, можно не варить, можно удивить друзей. Вот это чаще дело, что удивить друзей, либо разбодрить жену, если на ней пришлось рано проснуть. Вся варка занимает минут 15. И она прям... Она не очень любит шуэр, потому что он там, в принципе, ее так очень, как сказать, нужен. Женщина, да. Она очень... Нет, женщина, кстати, очень хорошо его чувствует. Видимо, за счет того, что вот тонкий кишечник чистит, это же, ну, как бы живот, область, энергетическая зона женщины основная, где они вонашивают ребенка. Они могут там говорить, фу, как это пахнет, какой-то пьет. Кто-то чувствует сразу запах пеленой бактерии, даже, кто-то говорит, там рыбой пахнет. А если пить бактерии, которая рыбой пахнет. Не бактерии, а грибок, а абриковая культура. А потом выпьет, и ну, через пять скажет, какой из жены, где чай. То есть вот она вот уже сориентируясь на состояние, какое она получила чай, она уже и гострина. В природе более чувствительная, так что... Поэтому жена не очень любит вот сам запах и саму процедуру. Ну, если я и налью готового, чуть остывшего чая, начнем с соки или такого, она выпьет по ходу дела, а потом минут через 30 мне напишет какую. Как здорово вообще, какую она получила. Бодрость. Хорошо, что у меня есть поезд. Потом на неделю на две опять про это забудет. Слушай, Иван, вот как бы тоже такую тему-то важную краешком поднял. По поводу сбора. Вот для трав как бы важно, кто собирает там, в каком состоянии, в какое время. Для чая это же то же самое важно. Но там, насколько я понимаю, люди в Китае довольно простые, крестьяне. Они, скажем так, просто пропитаны этой землей, и для них это естественно, как песня, условно говоря. Он живет, там же собирает как бы этот чайный лист. И, собственно говоря, само по себе это есть состояние. А вот, допустим, сам ты травы собирал. Что для тебя вообще этот процесс значит? Если собирал. Если честно, не собирал. Или как ты на это внимание обращаешь, допустим, если травы? Ну там какие-то сибирские травы, допустим. Нет, я больше заверяю людям, которые имеют репутацию травников. Но это что-то уже пограничное, ближе к шаману, да? Человек такой. Ну, люди, да, которые забираются в травы. Раньше много но сейчас я нашел грамницу интересную, которая живет в тайге под Томском. Да не под Томском, там и в Томском надо ехать 800 километров, потом еще лететь в Мерзалете 2 часа. Ну, практически в Томск. Ну, да. В общем, она мне сейчас готовит 4 вида филиабальных чая, которые я буду пить, получать удовольствие. Опять же, я там наверняка и в 10% не прочувствую того, что прочувствовал бы человек, который раздряется во всех этих оттенках. Но тело будет жизнительно приятным. Ну, потом дело времени, опять же, нарабатывается вкус и все. То есть, сначала, ну, время проходит. Скажем так, я в чай получаю, что есть, я, может, просто не могу толком это объяснить, или по какой-то другой причине предаюсь каким-то другим измышлениям, не измышляю о вкусе, который. Тем более, тот чай, который я сам привез, где я видел, где его собрали, я видел, какие люди его готовили, у меня в нем нет никаких сомнений. Но у меня, да, на разные состояния разные чая используют. То есть, важнее состояние, ты, условно говоря, чувствуешь чай телом, физикой, духом. Да. Я, например, чувствую, что я, например, вот такой чай буду пить, допустим, там, в праздник. Какой-то я буду пить утру, какой-то я с собой возьму как поддержку. Если бы я был недостаток, не выскавшийся куда-то ехать, какой-то я буду использовать, чтобы делить друзей. Вот с этим приехал беседовать с вами. Ну, вот как-то вот. Само как-то ложиться, что... Ну, понятно. Опыт, опять же, нарабатывается. Ну, да. Объяснить толком и облечь красивую форму с вами, я это не умею. Дальше. Одно-другим всегда нивелируется, поэтому все хорошее в этом плане. Поэтому вот. В Красноярске вроде я видел, какие-то ребята начали чаем заниматься. Но, в принципе, в Сибири мало чая. Хорошее. Чаем заниматься, ну, это сложно. Вообще, мне просто повезло в том плане, что у меня есть, ну, как бы, основная работа, основное дело, которое, ну, кормит меня, мою семью. Чай у меня всегда шел как увлечение, как обе. Просто, поскольку у меня, ну, как бы, компания, которая занимается производством сайта, я сделаю трансмагазин. Получаю, чтобы чай прожарился. Я на эти деньги еду, покупаю другой чай. То есть, я оттуда ничего себе не забираю, и туда тоже... Ну, инвестируй. А португальский язык как изучил? Да, в Бразилии жилом учил. Да, нормально все. Естественно. Да. Поэтому у меня чай, чай покупает чай. В Бразилии. В Бразилии. В Бразилии. Работа? Да. На серьезное время, да? Да. Ну, больше года я там прожил. Ну, будет. Год нормально. А потом, вот тоже, вот, ленту твою смотрел, у тебя как бы боевина, вот ты джу-джишу занимался в Бразилии, да? Джу-джишу я занимался в Бразилии, да? Ну, я начал в Бразилии. В Бразилии. В Бразилии. Понятно. Я просто традиционно слежу. Спортера прям все. Понятно. Меня еще в горах тренировал, там у меня был чемпион в Японии, там были шандры. Немножко другая тема в Бразильске живется. Ну, да. Здесь продолжил. Ну, когда навык есть, это уже как шат. А здесь с кем? Здесь в Альянсе я тренировался. В Альянсе. Потом здесь мастера приезжают, еще школу открывают. Бразильские. Я с ними в ВКонтакте. Решандр Дедович. Тараски Яшко, знаешь? Да, конечно. Я уже ездил ребят поддерживать бои в Америке. Бон Хадеева. Да. То есть. Понятно. А потом я как-то увлекся. Светил я людей, которые практикуют даосские боевые искусства. И прямо там и остался. Уже много лет, лет, лет. Это, собственно, на самом деле тоже инструмент для единоборств. Ну, в общем, согласен. Это кобот. Это кобот. Это в умелых руках. Это такая вещь очень непростая. То есть ты циклоном занимаешь, да? Или кисту боевому приложению? Да, кисту боевому приложению. Кисту боевому приложению. Вре Сашу никто не видел. Мы никогда не кистине. Для себя. А старелковый вот эти, твои, там, не живы. Все туда же входит. Все туда же входит. Рабочие вещи вполне. Да, согласен. Ну, красиво выглядит, кстати. Да. Ну, функционально. И сталь нормальной, да? Ну, поставь вопрос, да. Поставь вопрос. Поставь вопрос. явно сковано несколько его нет назначения нелогично ломать плюшку я не думаю что это хорошее просто для красоты надо сделать ну да выглядит нормально несколько своем сковали такого много это какая-то индивидуально просто я смотрю продают очень много похожих вещей занята в принципе такой в китае не просто вот в качестве чтобы это вот так вот ну как бы совпало как единая деревяшка очень нужно ну да да и в стороне сигары вот поэтому весь вопрос сырье а дальше дальше технологии здесь уже кто во что город все откуда что-то узнают секретил я говорю что на территории то их церкви можно пробраться это как советный залог прямо там у меня конечно есть оттуда видео а рок-то снега я пускал как раз лево горячо терпимо свыше 50 градусов до речева там получается секунд 10-50 градусов держит рука я его как эксклюзивные линейки делают как раз управлять процессе ферментации чем больше куча тем лучше там прямо целый зал здоровенный бетонный зал даже некоторые говорят что куча не по высоте по площади да и по высоте где-то на метр там уже если шли собрать нам сладок на это мешкарине все это нужно в общем там и запах на и когда вот показывал где вот ферментировался следующий подразили студенок одеевна отдельного чая не по открытию но как бы пологе и там прям вот отмечена был участок где был в копы на чай его нельзя отдельно по ферментировать потому что он должен быть в общем то есть края не как-то выходят до центра в центре они там прямо огораживают к путеву видимо это интересно кстати тем потому что я тоже над тем задумался потому что там эксклюзивных шуэры а есть и мнение о том что должно быть чуть ли несколько тонн чтобы правильность кердова не шло в общем поток конечно но опять же главное сырье все упирается в сырье в принципе я так понимаю технолог все-таки должен быть ну купили сырье и нет навыка поэт понятная ситуация а кроме уэра что пьешь что лишь то я могу что-либо дичька суша что-то ночевали в меду вообще что-то а это кстати китайцы придумали так причем на штуку для кишечника это вот так старого плане не что какой-то эти плане который перемешивать диким медом в китае много дешевым как вода так у него очень вкусно мешает большим болезнью чая у нас не получится бортибой это мешаешь хотя можно и хранится много-много лет пить начинают когда я буду хотя бы 6 считается что мед как-то деструктурирует чайный лист кто не изучал вопрос что там получается очень приятно вкусно и как-то хорошо внутри становится расслабляющий да да бодрости никакой но я не попробовал старше 20 лет вот такую бабку и я прям попробуем с ложки я лил с ложки там были вот тегоничек прям такое ощущение что у меня там оставился на языке интересное ощущение но тоже уже на стыке чая и на стыке лекарства уже такая тема лекарства скорее больше лекарства чем чай это можно назвать чаем сильно ферментированного луна тоже бывает да пив или редко надо что ну красный халат да конечно с ним там можно заморочиться тоже очень серьезно на выступлении удивляюсь там есть там тоже столько на самом деле связано статистических штук что уже сложно найти конце настоящего очень много тоже легенд монастырь оператор накрыл красный халат обезьян девственница но бывает хорошие приятные дахами я участвую но вот эти брови да которые нет не брови этот . они все пучку где урожай когда . варили со христом это считается классик 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 чинжу май четыре вида чинжу май самый дорогой до сих пор на работе чем она отличается от салма дешевым вкусом явно есть фабрика которую патронировать . генерального секретаря китая на сегодняшний день потому что чай очень нравится дедушки вот у них и с этим каталог в коже натуральный пресли а баночка 50 грамм стоит здесь не спидел да дорогой чей я первый раз когда увидел 2005 год был очень раз его первый раз сделали это чай в этом году на 17000 они стоил по полару день чай еще сделан да не знаю уже даже в основном выпили на основу его надо как состояние прекрасное состояние единственное что большинство как бы у нас пуэра шоу они спокойны да то есть они какой-то сливочный оттенок имеет но в принципе они спокойны по самым характеристикам здесь есть нотки такие яркие и конечно совы это же панжан наверняка если бы слушаться можно грецкий орех орех просто еще что-то найти это все свойство панжан здесь они еще мягкие если мы попили чай король есть такой чай в котором вот такой же примерно рецепт только листья использовались целью использовались здесь уже 450-500 лет а здесь 800 поэтому такой мягкий там такой ярый аромат вот то что вы назвали такую в соответствии вкусов что многие мои знакомые зовут его армоньяк армоньяк 60 лет такого года просто другого никак интересный вариант и совершенно лютые нравится именно так жестко заварить но вот мы я так понимаю что здесь на троих сейчас сделали на грамм под 20 точно ну да достаточно серьезно не на принципе я тоже любить это знаешь я люблю покрепче просто но не должен тоже себя преодолевать как бы могла усу до известного предела но ты варишь и чай видел видео с тобой это варишь с пацанами чай красная стрельбище не просто шу-шу-у-эр он как бы нивелирует независимость того сколько там положить в принципе да достаточно мягко конечно при хорошем качестве лучшем случае станет вязким но надо только снять это тоже зубы слипаются не нация тоже эстетика то есть вязкий чай и шу все здорово шина такого не прокатывает можно выйти на такую бурючку просто будет резин жженый вам очень четко надо вот машина конечно пиндау любимая шина как я особенно почему пришла же поняла не бывает резиной на этой горе чай отрывать не обладает резины как он не заваривает из хорошего пиндау выдержанно сложно получить с ним может сравниться только вот панжан если старый деревья тоже не нас никогда горяча потрясающий я как-нибудь зайду если честно мне до сих пор сложно забраться почему этот чай более ценный и более дорогой более редкий считается спанжан старый поле как мы делали старые деревья и он не понял считается многое очередь на три года расписан и не понимаю его цену которые войдутся к 18 до 36 тысяч и они за полкило как может стоить вот чай когда текущий текущий молча и пущий до текущий условно говоря два года он отлежала его здесь не отлежала мы забрали пожар вообще вот просто вот такие здоровенные чинки потому что людей очень стараются большие чай средства то есть это цена текущего года следующем году может там 17 через год он может зависеть от урожая ну понятно от выпавших рассадков от количества собранного чая от много всего максимальная цена была 36000 за полкило это очень нему лично конечно я до сих пор не понял 2000 то есть у тебя получается порядка 700 тысяч за килограмм себе стоимость себе стоимость да с фабрики получается я до сих пор не понимаю почему так ценится но они его рекомендуют когда пить принципе он не рекомендует пить сразу его сразу забирают нет понятно потому что продается там он не продается там очередь на три года он уже был где-то выходит его люди пьют сами просто и все кто себя купил считает это большим счастьем пьет сам он распили вот этого начальника села достали за кроматом это не имеет значения это не является его прям такой ценностью является сырье что-то нового с тысячелетних деливайся независимо видимо удачное сочетание солнца там еще чего-то можно хотя бы там могут немного купили не имеют только на особые случаи но это показательно для китая на что что произошло то есть какие особенности просто вкусно я зато я не поощущая немножко есть здесь 800 5 10 тысячных магазине у них никуда не выставил в магазине логично поэтому и у меня даже не поднимется рука его выставлять не потому что его так сегодня кому в голову взбредет покупать иван а с какого возраста вот по моим ощущениям шен приближается шу или как-то дальше становится шу приблизительно сколько лет пролежать должен да понимаете среди условия если это не очень правильно за этим за этим знанием гоняться потому что никто не хранит специально шер что поучить с него есть технология можно попить старый шоу например мне очень нравится пограничный шам спиндау когда ему там лет 15-20 такой становится медового цвета весь плюшка становится а в настое уже красный уже красной мне очень нравится это уже дорого это полутора двух тысяч долларов за плюшку то есть 15 лет спиндау точно пиндауский чай это уже сложно у меня лежало пробовал заложить несколько плюхов шесть штук по-моему лет пять назад спиндау вот там никому голову не придет его потому что вот эта гора дает а гора обычная гора в среде остальных городов там вот именно это я не знаю что почему есть особенностая на опять же там захода восходы на может быть город другие опять же светит апреля она кстати сейчас выкуплена то есть в принципе на не выкуплено где-то в аренду помимо лет ну опять же там это же и монтажа крестьяне там с ними можно договориться с учетом того что доход лета никому на уже у него те у кого они взяли и платят аренду кому естественно эти деньги получают распределяют каким-то образом согласно регламенту которые есть в поселке в поселках я не знаю как я могу подробнее узнать я буду как раз в дырах ноябре по которым я попробую этот вопрос развернуть и даже снять видео но это интересно конечно и так же нужно в анализах проведу дыры поджим по разным возрастам чайного куста мне интересно это сочетание гликовых мне кажется что это очень сильно влияет на вкус на эффект ну и на цену соответственно понятно только там естественно нет никаких лабораторий самим приходится да и так понимаю все это поднимать если с учетом того что вот я думаю что это опыт и это не 70 какой-то год как вы говорите этому этому опыту века по шуму что вы там не говорили чтобы не просто идет оттуда исчисления я считаю для чего я программа возможно это для чего-нибудь было нужно я уверен что нет официально участие и я лично просто это было маленьких количествах убивания какие там хозяйственники делали а вот 70-х годов там 73 уже начали достаточно приличных масштабах производить не там еще такая же тема что по сути дела если четкому году привязан шу шукуер то тем самым тот кто сказал о том что первым сделал он пытался себе собственно и приватизировать как бы пытался как сама по крайней мере вот обсудить этот памятник выру который стоит на территории господеки стоит там когда у нас караваны ходили когда автомобили не было то есть явно точно век назад много века назад караваны ходили с мешками ставили китайские шляпы как комповая информация о том что шукуер древнее чем так как принято считать она на самом деле хорошая для меня душевная потому что когда я первый раз попробовал мне честно говоря даже обидно было для рассказа в 98 году первый раз попробовал шукуера вообще не сказали когда мне сказали что современный чай меня какой-то знаешь был такой прикус вроде как будто словно обидели немножко вот то есть я в нем чувствовал вот эту древность когда пил настоящий матерый такой вкус который мне тогда понравилось то что в 1998 году из подтвержденных официальных чаев на сегодняшний день это большой очень вкусно но вкусно до сих пор помню это другие года это собственно когда я в чайную тему ходил настоящий не и цены вообще другие были в китае по поводу того что самый дорогой чай который он пробовал еще до 90-х годов это двадцать пять долларов за геннадцатых годов он врач и что-то пробовал иногда находясь в Китае год 95-96 думаю не раньше может быть то есть это был смешный денег стоит сейчас это так вообще нет риск то есть развитие пошло активно китай богатеешь я не думаю что это можно как-то подвести под какую-то в рамку скорее всего могут люди на какую-то ситуацию они имели в своей жизни они вряд ли можно весь китай я думаю что ситуации в разных местах по-разному складываются и разный чай можно по-разному попробовать и за разные деньги один и тот же чай именно потому что ну вот например ту плюшку который взяла золото в пятом году сегодня продают если повезет ее найти опять же на аукционах человек профессиональных торговцев чаем где-то в районе 15 тысяч 15 тысяч еваней за крышку при первоначальной стоимости пабличные 2 300 ну понятно много слов до 15 тысяч за и нас это не очень быстро хотя я слышал цифру что-то не на 25 процентов ежегодно здесь как раз получается на 20 это хороший сырье по обычный уникальный хорошо куда вот я в следующий раз буду рад вас чем-нибудь удивить еще может быть тем же чем-нибудь потому что он можно играть гораздо скорее всего он конечно там раз три я посмотрел просто динамику заваривания сговоренная получше будет работать либо заварить можно опять же все есть принципе да решим я услуги чем-нибудь склопка интересно сразу есть инструментарий свой выбор ну что мы наверное эфир сегодня закончим спасибо всем кто был с нами пить шуфер я думаю было много всего интересного так вот это